всем привет меня зовут лена плотникова я журналист правда пишущий но совсем недавно я создала свой youtube канал приехать в сша где рассказываю вам как русские ребята осваиваются в сша работают по профессии или создают свой бизнес сегодня я приехала на океан специально ведь здесь находится одна из самых популярных сержков в лос-анджелесе фан-серф-лэй которую создала русская девушка марина муканова зачем как это сделать давайте все у нее и спросим марин до переезда в сша вы работали в шоу бизнесе работали с валерия были пиарщицей но пиарщики не часто расстаются со своим местом особенно в этой индустрии почему вы решились на переезд и все-таки бросили эту работу я с валерией кстати уже перестала работать примерно за год наверное до переезда я на тот момент работала дискотек аварии когда я переезжала и ребята они мне разрешили работать дистанционно частично поэтому я когда переехала сюда я все еще продолжал с ними работать а почему вообще здесь оказались мне надоело что там все стало уходить в интернет и пиар в своем оригинальном понимании перестал быть пиаром здесь это вообще поблизити называется это называется публицист потому что это человек который именно сми занимается но когда сми вымирают то эта профессия превращается во что-то другое на самом деле и мне просто скучно и сюда вы поехали учиться или вы хотели в этой же индустрии продолжить работу у меня были естественно мысли продолжить работу в этой индустрии здесь и плюс я поехала учиться то есть первую очередь я поехала учиться у меня была студенческая виза я на мбс доехала хорошо и когда вы приехали вы планировали сразу остаться правильно я понимаю то есть вы планировали отучиться и собственно здесь уже какие-то корни пускать слов у меня не было такой прям цели остаться я просто хотела посмотреть и попробовать поработать есть получится пробовали работать все-таки по своей профессии попытались как-то в нее внедриться или нет я отправляла лениво несколько резюме в крупные компании но здесь с этим реально сложно потому что они во первых не хотят брать потому что у меня английский язык не первый что я все-таки не американка даже если вы идеально разговариваете на нем начнем с того что я все-таки не идеально но что значит приближена например чтобы писать журналистские тексты или пресс-релизы биографии язык должен быть вообще на другом уровне то есть если вы откроете будете читать какую-нибудь биографию бейонсе на википедии вы заметите что слог там другой он не разговорный и любой журналы вы откроете там совершенно по-другому все написано они используют свои фразеологизм и какие-то выражения которые чтобы знать нужно здесь долго жить либо очень целенаправленно заниматься именно филологии языком чего у меня естественно не было поэтому походив на несколько собеседований причем я в хорошей компании ходила там была одна компания которая занималась пиаром хайди клум и других моделей victoria secrets чтобы где я не хотела работать это не имеет смысла то есть еще десять лет потратить чтобы начинать с низов вот и я походила посмотрела на это потом я еще пообщалась с людьми которые уже работают выяснила сколько они получают и я поняла что мне чтобы начать вообще получать такие деньги которые получала в россии на момент отъезда и иметь тот же уровень свободы которые я имела это мне нужно лет десять здесь отпахать и тогда да я к этому приду и я подумал решил что я не хочу через десять лет бегать с артистами собачкой обратите на меня внимание нет не обратите на меня внимание но что такое пиарщик это ты 24 7 грубо говоря обработаешь даже если не 24 7 хорошо у тебя есть какие-то помощники но ты все равно у артиста как обслуживаешься персонал грубо говоря и одно дело когда тебе 20 лет ты так бегаешь по всем этим съемкам и концертам другое дело когда тебе под 40 это этим занимаешься и я поняла что я себя не вижу в этом образе спустя 10 лет тогда как вы начали зарабатывать здесь ты поняли что это не ну этот вариант не путь вообще продолжала на россии работать пока кризис не начался пока доллар не вырос в два с лишним раза потому что мне платили в россии в рублях а здесь я соответственно все же конвертировала да и когда я только сюда переехала на самом деле это было очень выгодно с курсом 33 конечно за доллар хорошо вырос курс и что делать просто я хочу понять как действовать человеку который больше не может зарабатывать в россии условно эту жилку использовать а нужно как-то здесь уже крутится а здесь ничего нет я начала искать вообще изначально я хотела у меня была идея я думала сюда привозить артистов за счет хотелось в индустрии остаться я хотела привозить артистов чтобы снимать клипы и делать фотосессии у меня есть здесь знакомые которые занимают которых есть продакшен они работают с местными режиссерами с российскими режиссерами сюда переехали многие здесь баха живет режиссер который не уж и билана по-моему он тоже снимал в общем есть с кем работать здесь но как только я собрала уже всю эту презентацию и была готова что-то делать как раз опять-таки этот кризис наступил и денег не было не только у меня но и у артистов потому что когда конвертируешь все это в доллары эту сумму получались просто огромными да и перестали сюда на какое-то время ехать снимать что-либо и смысла работать с россии на тот момент не было вообще никакого я тогда конечно немного пожалела что я сразу не начала что-то делать здесь уже на местный рынок или хотя бы как-то зарабатывать в долларах поэтому наверное тем кто переезжает первый совет это все-таки сразу пытайтесь как-то ассимилироваться и найти работу на месте не только на месте но желательно еще но как бы тяжело не с русскими начать работать но вообще это конечно хорошая история потому что она более надежная мне кажется на самом деле что все русские здесь но хотя бы первые два года но и любой отработать все равно не все сейчас молодежь приезжает и устраиваются сразу и в американские компании либо сразу сами начинают свой бизнес марина когда вы сюда переехали какое у вас первое впечатление было от лос-анджелеса и сша когда вы именно переехали жить сюда учиться не как турист потому что когда турист мы все восхищены вообще всем что происходит вокруг нас а когда мы начинаем жить у нас немножко вот эта спесь убавляется да не путать туризм с миграцией я я сюда прилетела сказала боже мой как холодно купила завезла завезла документы в институт все там оформила купил билет на самолет и улетел в доминикану вернулась к учебе вот то есть во первых холодно я ожидала что будет теплее потому что я прилетела в марте и тогда у океана люди еще в куртках ходили хотя вроде как лос-анджелес южная калифорния солнце до москве в питере нас ненавидит сейчас просто сейчас москве извините в прошлом году в марте в москве о в марте в мае было по 30 градусов жара я здесь было 15 поэтому ну а кроме погоды что вас еще впечатлило почему захотелось здесь остаться так мне как раз захотелось когда я туристом сюда приехала нет первыми несколько месяцев весело потому что все новые до тебя там особенно для девочек потому что ты там можешь ходить на все эти вечеринки на холмах все эти беверли хилл все все огромные дома бассейны но как бы надоедает потому что это одно и то же в принципе не сильно отличалась от того что было в москве только там хотя бы развлекательная программа была получше в шоу-бизнесе а здесь но это интересно действительно первые несколько месяцев встречаешь каких людей они еще у них какая-то чуйка есть на на тех кто только что приехал потому что глаза еще горят видимо и они набрасываются обычно здесь на тех кто приехал они прямо чувствуют вот эту вот свежую кровь потому что тебя все еще эмоции ты еще ко всему там открыто позитивно не сидишь там о этот вот и много знакомств сначала было но потом когда вот как раз этот кризис был и я начала искать работу здесь я спрашивала всех своих этих прекрасных знакомых которые там о forbes и в индустрии везде и они просто аккуратно слились и как вы тогда начали работу где вы нашли первые заработок здесь я не просто сначала начала делать мне кажется сначала траву начала стричь ну в общем да и там платили хорошие деньги и долго в этом задержались некоторые люди зависают на 5-7 у меня есть подружки которых я причем сама туда свое время привела и они до сих пор стригут там только раньше по часам платили а сейчас стали на платить по весу поэтому они очень быстро это делают и у них реально за день там 400 долларов где-то выходит мне кажется она все равно это утопик когда ты приезжаешь лос-анджелес после хорошей профессии которая наверняка там нравилось да нам всем в москве ну если понравилось и начинаешь работать на траве зависаешь на 5-7 лет мне кажется можно поймать депрессию и ну это не путь но для меня лично там не зависала на 5-7 лет мне нужен был стартовый капитал чтобы что-то делать во-первых мы сначала мы пытались ее сами еще выращивать когда я чуть-чуть там постригла и мы купили оборудование на 10 тысяч долларов но тоже нам не повезло потому что только мы начали это все практиковать смотреть как это работает как прошло этот пропозиция как это по-русски не помню почему легализовали полностью она сначала была только медицинская и выращивали ее дома начинали до и тогда она была дороже но как только ее легализовали сразу все крупные компании и много денег вложили инвестиций было конкуренция выросла и понизился да потому что если раньше это в гаражах там все равно полу подпольно делали то сейчас целые фабрики уже ну хорошо же не было бы сер в школу сейчас но все равно же вы прекратили этим заниматься если это все это не пошло и что вы делали дальше но мы прекратили до дальше мы сняли как как раз тогда airbnb начался этот бум и мы сняли несколько квартир на арбенбе все началось с того что у меня была квартира в голливуде которая снимала когда я жила одна и потом мы познакомились со стивеном а голливудскую квартиру я оставил как раз был кризис я вернулась менее на что было и снимать потому что мои доходы упали в двор нос куда сюда я улетала тогда в россию на несколько месяцев и когда я вернулась я ее просто пересдала на airbnb поняла что можно с этого зарабатывать можно с этого зарабатывать да и мы взяли еще парочку квартир и с этого как раз мастер-школу открыли с этих денег все школу вашу называют семейным семейной школы семейным бизнесом потому что вы открыли с мужем и максимально там задействованы оба как вообще пришла вам эта идея кому из вас и с чего вы начинали как вот прям пошагово можете рассказать у меня муж давно катается уже больше 15 лет и как раз летом он потом пошел подрабатывать он вообще медбратом работал раньше и он в перерывах между сменами потому что мы тоже там уже надоело это очень тяжелая работа эмоционально он сократил количество смен потому что он очень морально уже выдыхался от этой работы и он взял на пошел на подработку серф инструктором как раз в одну из школ да и мы посмотрели как это работает вообще обсудили и решили от чего мне откроем свою хорошо из чего все началось прям пошагово как вы искали в начале может быть сами тренировать что он начал тренировать а потом вы открыли компанию как это все происходило технически мы компанию открыли официально только через полгода после того как мы это все начали начали им пом 16 в шестнадцатом году летом мы начали в семнадцатом начале года мы открыли компанию сначала мы просто купили несколько досок мы Мы купили костюмы с рук, то есть не новые, потому что новые, они очень дорогие были. Мы с рук купили энное количество костюмов и стали сначала предлагать уроки очень дешево, чтобы как-то набрать людей. Очень дешево это сколько первая цена была? 25 долларов с человека. Где-то 5-6 человек было в группах тогда. Когда только начинали. Буквально через 2 месяца уже было больше. Потому что я запустила рекламу. Я посмотрела, проанализировала конкурентов. Я подписалась с туроператорами. С Airbnb мы за год вошли в тройку самых продаваемых экспириенсов в Северной Америке. В первый год? Да ладно. Марин, первое, что меня удивило, это выбор локации, потому что Санта-Моника это безумно людное место для тех, кто не знает, все видят только на фотографиях, как это красиво. На самом деле здесь очень много людей, иногда появляются бомжи. И мне показалось это странным, потому что не хочется стелопотворения на уроке. Почему вы выбрали такую локацию и где вы еще располагаетесь? А здесь нет стелопотворения. Во-первых, наоборот, нужна локация, которая проходная. Мы, кстати, только в этом году получили этот пермит. Это очень сложно. Они пермиты раз в три года разыгрывают. Там большой тендер, очень много людей, которые хотят их получить. Нужно проползу, как это предложение составлять на 30 страниц. Мы несколько месяцев его готовили. Просто, чтобы встать со своей машины здесь, да? Просто, чтобы дали разрешение на... Это не машина, здесь парковка. Я просто не понимаю, чтобы машина... Учить, чтобы именно в воде на это нужно разрешение. Потому что иначе, если все будут это делать, то в воде не останется места. Там каждая доска на 8-9 фут, я не знаю, сколько это в метрах. Но когда там в воде 4 человека, и они должны быть каждые на расстоянии друг от друга этой доски, то в воде не останется места. Поэтому они очень ограничивают количество людей, которым они разрешают это делать. И раз в три года разыгрывают эти пермиты. Потому что я гуглила, и я не могла найти. А когда они стали, начали заниматься? Да, но у нас было по чуть-чуть, никто не обращал внимания. Потом, когда мы уже начали разрастаться, расширяться, то оказалось, что да, нужны все эти пермиты. И так как это происходит раз в три года, то мы на тот момент опоздали. Потому что они в августе... Вот мы в августе этим озадачились, а они как раз в августе их только разыграли. И раздали. И поэтому должно было быть в прошлом сентябре они почему-то продлили это все дело. И вот сейчас, после пандемии, когда это все немножко стало полегче, они наконец-то открыли снова этот тендер. И мы взяли наш пермит долгожданный. Получается, у вас на Санта-Монике стоит, собственно, машина, да, с школы? И на Венеси? На Венеси, да. На Венеси у нас уже три года там. А если ты без пермита занимаешься, что штрафуют, выгоняют? Большой штраф за это? Первый, по-моему, 100 долларов, потом 300, потом 500, следующие все. Ну, в принципе, не супер большой, но не очень приятно. Но 500 долларов, это они могут тебе каждый день его давать, в принципе. А, да ладно, я думала, может... Это не разовое, нет. Это вот первый раз 100, еще раз тебя видят 300, еще раз тебя видят 500, и дальше все 500. Марин, расскажите вообще, как устроена ваша работа, ваша школа? Вы просто подъезжаете сюда, вот на этом, не знаю, как называется эта большая машина. Сёрф-автобус. На этом всё, в Вася, да. На самом деле, это, кстати, классический автобус, школьный, да, он обычно желтый. Классический, американский, потому что мы хотели что-то такое, чего ни у кого нет, и мы просто взяли, да, купили этот желтый автобус, мы его перекрасили. Но не мы, мы его отъедали. Перекрасили, сделали, всё. И как работает? Получается, ребята заходят на ваш сайт, там они сами бронируют место и приезжают сюда, и здесь уже у вас такая мини-мини-школа, где вы даёте оборудование. Подробнее, может, расходить? Да, мы все доски, у нас две машины, у нас это ещё одна, но второй Вен, он поменьше. И все доски, все костюмы у нас здесь. На самом деле, ни у кого нету в Лос-Анджелесе физической локации, потому что вот эти вот все на первой линии помещения, они стоят порядка 10-15 тысяч долларов в месяц, это просто не имеет смысла, тем более, что бизнес, он всё-таки более сезонный. Мы зимой тоже преподаем, но это разница очень большая в количестве людей между летом и зимой, поэтому смысла снимать нет. А если не секрет, когда вы купили всё это, перекрасили, купили оборудование, как долго вы окупались и сколько вы затратили, чтобы всё это сделать? Мы вложили тысячу долларов сначала, мы потом на самообороте делали всё. А тысячу долларов просто вы на доску, на гидрокостюмы приезжали сюда? Да, приезжали сюда на Субору, на мужа. Я вообще не фанат вкладываться, если тем более ты не знаешь 100%. Что ты выиграешь, да? Да, что это пойдёт, и тем более любой бизнес всё равно нужно сначала запустить и проверить. Я вот не фанат рисковать. Я знаю, есть люди, которые это делают, там вкладывают сотни тысяч долларов, а потом хватается за голову. А потом, да, иногда хватается за голову, поэтому тем более ты не можешь сразу, если ты там не франшизу покупаешь, то тебе нужно понять, как бизнес работает, и это всегда лучше делать шагами постепенно. Но мы очень быстро раскрутились. За счёт чего? За счёт маркетинга в основном и брендинга. Мы первые начали делать групповые классы большие, потому что в основном все делают индивидуальные уроки, либо серф-кэмпы, а мы именно заточены были. Ну, сейчас мы сменили фокус из-за пандемии, а так мы были заточены на туристов и делали вот эти большие группы. Их никто практически не делал здесь. Потом за нами начали уже повторять, но так как мы начали первыми, и уже у нас был поток, да, у нас... Я так понимаю, что инструктор, он у вас не... Ну, у вас их несколько, да? Они у вас не в штате, как принято говорить, а вы их нанимаете каждый урок. Как это происходит? Как у вас... Не каждый урок. Они у нас постоянно работают, но они не в штате, они не являются официальными сотрудниками компании, опять-таки потому что это сезонный бизнес, и, например, летом нам нужно 10 человек, грубо говоря, а зимой 4, и они могут тоже меняться. То есть вы постоянно их как-то вызываете на эти уроки? Ну, у нас, например, есть группа людей, которые работают, и мы говорим там, ты можешь завтра или послезавтра, вот у нас такое-то время, и они сами уже с графиком, у них довольно свободный график, мы... А что нужно сделать, чтобы стать вашим инструктором, как вы выбираете, по каким критериям, как вы его проверяете, что они действительно там ничего не сделают с вашим клиентом, но тоже на репетация очень сильно дразится. Здесь есть background-чек, я не знаю, как это по-русски сказать, когда они проверяют background. Есть официальный запрос, это специальные компании это делают. По поводу требований у нас обязательно, чтобы было несколько лет, там, желательно не меньше пяти лет опыта именно серфинга, как минимум год опыт работы именно инструктором. Вот, у нас есть лид-инструктор, которые главные инструкторы, их несколько. У них, помимо опыта работы, больше, чем год, естественно, там, у нас есть инструктор, который 7-8 лет преподает уже серфинг, он серфинструктор, он на Гавайях работал, их два. Мой муж преподает порядка тоже 7-8 лет, и у них у всех есть сертификаты, есть такая международная серфинг-ассоциация, мы им оплачивали учебу там, и они получали сертификаты серфинструктора профессионального. То есть, вот это у нас лид-инструктор, они сертифицированные, у них есть first aid и CPR, это сертификат оказания первой помощи, это обязательно для всех инструкторов, у нас все проходят. А если, например, человек серфит, хочет стать преподавателем, он может прийти к вашему лид-инструктору и как-то продвинуться, чтобы начать, например, с вас, у вас начать работать, или невозможно это сделать? Возможно, они просто сначала тогда в воде помогают, они не делают, то есть урок состоит из части, которая на суше, и потом они переходят в воду. Как правило, если эта группа побольше, то один инструктор делает этот урок на суше, и потом второй инструктор к нему присоединяется уже в воде и просто помогает толкать. Вот кто учится, они обычно начинают с того, что они помогают в воде толкать. Ну, прикольно просто, что могут новички к вам прийти, потому что у меня тоже есть такие знакомые, которые не знали просто, как поступиться, они хотели преподавать, начать, от чего, куда пойти, непонятно вообще. Ну да, но мы обучаем. Условно, да, и уже начать это делать. А что, вот можете предупредить клиентов, которые, возможно, мечутся между вашей серф-школой или другими в других городах, как им понять, что инструктор действительно классный, какие-то документы, может быть, проверить, что их не обманывают, попросить у владельца, может быть, что нужно обращать. Мне кажется, просто отзывы нужно читать. Ну, они же не всегда, ну, это же настолько индивидуально, может быть, какие-то все равно должны быть бумаги, или с тобой должны обязательно подписать какие-то бумаги, когда ты занимаешься. Да нет, я думаю. Это, я думаю, что все-таки важнее обращать внимание на отзывы, потому что в отзывах люди часто пишут, и они правдивые. Ну, у нас много отзывов, которые так с неба не напишешь, например, потому что вот недавно у нас были, да, недавно у нас были две девочки, у них, они сначала взяли у одной серф-школы урока, к нам они пришли на каяках, падлбордах кататься, мы тоже делаем это в Марине. И раз был там Стивен, мой муж, он их встречал, и они узнали, что у нас тоже есть серф-школы, и взяли у нас класс, и они сказали, что это небо и земля, потому что они были очень недовольны их уроком на предыдущем с другими людьми, что им там ничего нормально толком не объяснили. И потом, после урока с нами, они на следующий день у нас еще один тур взяли, тоже мы серф-тур делаем в Малибу, потому что они настолько впечатлились качеством преподавания, что они написали об этом отзыв, и мы людей даже не всегда просим оставляться. То есть, если тебе подробно что-то не объясняют, и уже запускают вводы, это тоже первым за ночью, что типа, ну, это не с тобой что-то не так, а ты с инструктором, походу. Не только, не ты не понимаешь, а инструктор тебе не дообъяснит. Ну, да, должны, потому что многие школы, они исключительно показывают, как запрыгивать на доску, и на этом все, этого недостаточно. Марин, а вообще, как вы можете оценить, нужно ли, если я, например, новичок, вообще ничего не умею, мне нужно как-то подготовить себя физически, может быть, заниматься, не знаю, месяц усиленно бегать, чтобы выносливость у меня была лучше, или просто могу так же с нуля прийти и заниматься нормальным серфингом? Ну, и начать. Не будет таким полноценным серфингом, это будет на рискане в воде, но тем не менее. Нужно ли как-то готовиться к этому? Ну, желательно быть в физической форме хорошей, потому что серфинг, он очень сложный спорт. Особенно, кстати, здесь на Бали, волны везде разные, то есть, например, где-нибудь на Бали, там волна идет длинная. Она тебе помогает. Да, тебе помогает на нее забраться, и дальше ты просто стоишь, главное баланс держишь, а здесь волны, они короткие и частые. И вот этот момент, когда тебе нужно понять, в какой, когда заканчивать грести и уже запрыгивать, он очень сложный. А есть люди, какие-то категории, которым не нужно заниматься серфом, или они не должны, ну, как бы не то, чтобы не должны, которым лучше не начинают заниматься серфом? То есть, вообще никаких ограничений не существует? У нас нет ограничений, у нас вообще нет ограничений ни по весу, ни по возрасту, у нас есть только ограничения на маленьких, потому что мы меньше 7 лет не берем, они сложно, обучаемые, во-первых, детища не понимают, что происходит для них, но все равно, что есть какие-то ограничения для шарфинга. По возрасту, по весу, какие-то, не знаю, если ты плохо видишь, то тоже тебе не особо можно заниматься. У нас были люди, у нас был мальчик с протезом, причем на групповом уроке, и он катался. Протезом на ги? Да. У нас был мальчик с муковисцидозом. Ого, это же прям расширяет спектр людям, которые хотят заниматься, а может быть, их что-то отталкивает, и думает, мы не отказываемся с диабетом. И наоборот, мне кажется, это хорошо, потому что люди чувствуют себя причастными к этому, особенно, когда у них получается, и у них у всех получалось, они все вставали. Ну, офигеть. Они до сих пор занимаются или уже сами не бушли? Они тоже как туристы приезжали. Я не знаю, занимаются они там где-то или нет, но я знаю, что мальчик, у которого муковисцидоз, он реально очень хотел встать на доску, и он встал. Ребят, я прекрасно понимаю, что далеко не все из вас могут приехать в США, чтобы начать серфить. Но на самом деле делать так необязательно, ведь в России очень много крутых мест. Наверняка, большинство из вас смотрели фильм Дудя про Камчатку и отдельный блог про серф там. На самом деле, попасть на Камчатку реально и довольно просто. Об этом знает, например, Георгий Филикиди, профессиональный серф-тренер, который, мало того, вам покажет Камчатку, устроит проживание на Тихом океане, но и научит серфить с нуля. Переходите в инстаграм Камчатка-серф и начинайте жить прямо сейчас. Кто отвечает за здоровье вообще ваших ребят, которые к вам приходят заниматься? Как-то вы это обговариваете отдельно? Или если что-то, ну, есть же все равно у вас предусмотренная часть, если что-то может случиться на воде, когда травма, как вы это решаете? Юридически они подписывают бумагу, что все, что не произойдет, это не на нашей совести, это потому что в Америке все-всех пытаются за все засудить, поэтому здесь на каждый тихо-пыхто подписываешь бумажку. Куда они приходят, здесь подписывают, на массаж приходишь, подписываешь. Ну вот, допустим, мы человеку пять раз говорим, не мы, а инструктор, закрывай голову, когда падаешь, закрывай голову, когда встаешь. Напоминают они об этом каждую секунду в воде, постоянно. И некоторые люди, они считают, что они очень классные, они уже катаются, им не нужно вот этими глупостями заниматься. И у нас была девочка как раз с опытом, и она такая, все хорошо, все нормально. А здесь бывают сильные волны, они не высокие, они просто мощные. И вот этим вот прилетело. Но нужно было быстрее со всеми этими бумагами, наверное, разбираться со всеми разрешениями, тогда бы у нас эта Санта-Моника была заранее уже. Но с другой стороны, оно же постепенно, мы бы сразу такие толпы не набрали, у нас со второго года уже прямо были большие потоки, и мы даже не знали, как их впихивать в рамки этих пермитов, разрешений, которые у нас были, потому что у нас просто было больше людей, которые хотели заниматься, чем мы могли принять, да, официально, по бумагам. Марина, вы рассказали тоже моей коллеге в интервью аргументных фактов, сказали, что вы хотели бы переехать в Майами, вы думали уже, чем вы будете там заниматься, и как здесь ваша школа будет существовать? Мы вообще собирались это лето потратить на то, чтобы натренировать людей и управленцев, но из-за коронавируса эта затея еще на год откладывается, потому что сейчас нет туристов, во-первых. Но все равно вы будете так делать. Я думаю, что да. А чем Майами тогда заниматься? Тем же самым, только не серфингом. У нас, помимо серф-школы, у нас еще мы делаем туры на каяках и стендап-падлбордах. У нас есть тур по Малибу с дегустацией вина. Вот, у нас есть серф-туров несколько разных, один там вдоль побережья трехдневный и один серф-тур однодневный тоже в Малибу. И потом сейчас мы собираемся еще запустить, вот мы должны были уже запустить, но тоже все задерживается из-за коронавируса обзорный тур по Лос-Анджелесу на ретро в Вольсвагенах. Ну, то есть в Майами получается вот эту туристическую часть вы оставите? Да, просто другое направление, которое там более популярно. Мы посмотрим, чего там не хватает. А как коронавирус и вообще вся эта история с пандемией отразилась на вашем бизнесе? Я имею в виду, сколько вы потеряли денег? Может, просто не потеряли, а просто сохранили какую-то часть, просто не было прибыли? Может, тоже подробно много, это сколько, как это все происходит? Отсутствие прибыли, это есть потери. Ну, можете оценить, да, в масштабах, сколько это? Я не хочу в цифрах называть, много очень. Есть шанс восстановиться до конца года или нет? Или вообще не? Восстановиться мы же не сможем в эти деньги? Они как бы... Ну, хотя бы не уйти в минус, чтобы не брать... Мы не можем уйти в минус, потому что у нас нету аренды. У нас нету коммерческой недвижимости в аренде. А что касается инструкторов, вы же им платите все равно зарплату. Мы же им платим за работу по часам. А, окей. Получается, у вас никаких, в принципе, трат не было в этот период, которые затронули другие бизнесы, наоборот, они еще, знаете, там, два этих месяца, у них были только расходы, никакого дохода. У вас просто доход прекратился. То есть у нас лучшие ситуации оказались по сравнению с другими ребятами. Я не могу ее лучше назвать, но нам хотя бы не приходилось платить за аренду ничего, кроме нашего дома. Но мы частично, как бы считается, это все частично коммерческое, потому что наус-офис здесь находится, и у нас еще один офис в Венесе. Частично тоже, где у нас стоят серф-автобусы. Но там небольшие суммы. Поэтому основные потери это отсутствие прибыли просто. Как вы думаете, почему серф стал таким популярным? Понятно, что мы живем в Лос-Анджелесе, и тут это, не знаю, как попить кофе, например, все занимаются. А в принципе, в мире очень много кемпов сейчас возят, на Камчатку возят, на Бали и так далее. А я, кстати, не знаю, почему его все стали вдруг популяризировать. Вы заметили, что это какая-то волна началась? Я заметила. Я сначала думала, может, это мне показалось, потому что у нас у самих этот бизнес, потом у меня нет. Они тут на всех билбордах уже вся реклама, и даже Шанель там уже с этими досками. Во-первых, наверное, философия свободы. Во-вторых, серфинг, на самом деле, это один из самых дешевых таких видов спорта, потому что тебе нужен только костюм и доска здесь, а где-нибудь на Бали тебе и даже костюм не нужен, а только доска. То есть, например, занимаешься сноубордом, здесь билеты на этот, подъемник. Если в Маму съехать, то они там 120 долларов, по-моему, в день стоят. Ну да, я скатился до 10 минут. Да. Ну, скатился-то же за день платить, но тем не менее, это сколько денег нужно потратить. Во-первых, это нужно костюм, это нужна доска, ботинки, там, шлем, очки. То есть, вложений куча, а здесь ты просто доску взял и вот океан бесплатный тебе поплыл. Ну и потом вот это ощущение, когда ты первый раз особенно встаешь и у тебя получается, обычно у всех вызывает дикую эйфорию. Блин, Засна, а мне еще почему-то кажется, что ты должен быть супертерпеливым человеком, чтобы этим заниматься. Ну, я не уверена, что я готова там условно на час ждать какую-то волну, чтобы... кто там уже хорошо катается, они там по 15 минут, по полчаса лежат и ждут. да, да, да. Ну, потому что им просто лень за каждой маленькой бегать, потому что им хочется одно, ну, качественное. А когда ты начинаешь, ты за каждой вот такой волной бежишь? Ты даже не за волной бежишь, когда начинаешь, и за пенкой вот здесь, например. Честно, я пришел, да, сколь на пляж постоять. Они же... Ну, это сложно, потому что сначала нужно учиться на ней стоять, потом уже волну ловить, потому что, когда ты можешь на ней запрыгнуть, то у тебя есть 2 секунды, чтобы эту волну поймать, это не произойдет. И там волна вот здесь, вот на этом океане образует белую пену, и на ней как раз новички начинают. Это разная специфика, на Бали по-другому будет, там на Волну. Марин, и последнее. Какие вообще вы перспективы видите, если развивать серфинг, ну, серф-школу здесь, в Лос-Анджелесе? Какие перспективы вы видите у этой школы? Может быть, вы будете открываться точно так же не только на Венес, на Санта-Монике, а где-то еще на других локациях? Мы в Малибу планируем еще открыть, и плюс мы вот с прошлого года делаем серф-кэмп детский. Это тоже отдельное вообще направление, но мы думаем, что в Малибу хотелось бы, конечно, переместить его, потому что Венес, он такой райончик, не очень чистый. В Малибу приятнее в этом плане. Я не думаю, что мы какие-то еще будем локации открывать в Лос-Анджелесе, потому что нам Санта-Моники и Венеса достаточно, а в Малибу хотелось бы, конечно, просто для серф-кэмпа, потому что там пространства больше. Марин, спасибо большое, что вообще пригласили нас в серф-школу посмотреть, как устроен ваш этот мини-баз, посмотреть, как вы устроились здесь в Малибу, и посмотреть на ваши занятия, которые вы производите, делать ваши дела. Пусть оно вам просто больше приносит, и наконец-таки вы перевезли из себя и все ваши желания в Майами и начали развивать уже для туристов все там. Спасибо. Да, спасибо, ребят, что были с нами, и, кстати говоря, если вы вдруг начинающий инструктор, то можно обратиться в эту серф-школу и начать... С очень хорошим английским языком. С очень хорошим английским языком, это первый пункт, который вы должны сделать, переезжая сюда, но, тем не менее, вы можете все равно обратиться и начать свою работу, если есть бешеное желание это делать сюда. Подписывайтесь на этот канал и будете узнавать больше о подобных бизнесах или каких-то профессиях и реализовывать их, даже если вы не можете сюда приехать, но хотя бы в своем городе. Игорь Негода